Не секрет, что внедрение блокчейна на корпоративном уровне и на уровне госорганов довольно сложно. Одной из проблем является проблема выбора правильной блокчейн-технологии. Это сложный выбор, особенно если решение на основе блокчейна надо связать с другими блокчейнами, интегрировать в существующие бизнес-процессы, в наследованные системы. Стоит проблема совместимости. Проблема совместимости возникла из-за того факта, что блокчейн-индустрия сильно фрагментирована. Существует много конкурирующих и развивающихся блокчейнов. С практической точки зрения, это отсутствие совместимости приводит к тому, что децентрализованные приложения, то есть DApps, зависят от одного реестра. Стоит отметить, что с трудом можно достичь взаимодействия между приложениями из различных сетей на одном блокчейне, но взаимодействие между приложениями на различных блокчейнах сейчас, увы, невозможно. Overledger – это запатентованная операционная система для блокчейна, которая способна брать и обрабатывать данные из любого блокчейна, а также отдавать данные в любой блокчейн. Это позволяет DApps обмениваться информацией, хранящейся в различных распределенных реестрах, то есть DLT, совместно использовать информацию. Для достижения такого уровня совместимости и горизонтального вертикального масштабирования, Overledger делит блокчейн-архитектуру на следующие уровни. Уровень транзакций. Этот уровень хранит транзакции, которые добавляются, сохраняются и помещаются в очередь в реестре. Он включает в себя все операции, необходимые для достижения консенсуса в различных блокчейнах. Уровень сообщений. Это логический уровень, потому что вся необходимая информация извлекается из реестров. Информацией могут быть данные транзакции, смарт-контракты или метаданные. Создана адаптивная система обмена сообщениями, которая может обрабатывать большие объемы данных на многих узлах сети. Уровень фильтрации и сортировки. Этот уровень отвечает за создание связи между различными сообщениями, созданными на уровне сообщений. Происходит фильтрацию и упорядочивание сообщений на основе хэша. В случае метаданных тут происходит проверка, не входящая в цепочку сообщений. Происходит проверка схемы приложения и его требований. Уровень приложения. Действительные сообщения, которые соответствуют запрошенному формату, содержат запрошенные подписи. Составляют список сообщений приложения. Различные приложения могут опениваться одними и теми же сообщениями или могут ссылаться на сообщения другого приложения. Такая архитектура позволяет разработчикам создавать мультиблокчейновые приложения M-Ups, то есть D-Ups, которые легко запускают одну и ту же бизнес-логику в различных сетях и протоковых блокчейнов. Overledger позволяет приложениям работать сквозь несколько различных блокчейнов. Overledger обеспечивает возможность распределения данных и приложений в существующих и будущих блокчейнах, не ограничиваясь одной технологией и методом. Overledger – это гностическая платформа, которая соединяет мировые сети с существующими и будущими блокчейнами. Overledger расположен сверху блокчейнов, представляя собой меташлюз для существующих сетей, для подключения к блокчейнам и наоборот. Целью – это создание возможности взаимодействия между DLT, а также между DLT, существующими сетями и корпоративными системами. Создание экосистемы мультиблокчейновых приложений, включение интернета к блокчейну через Overledger, создание возможности прямой маршрутизации TCP, IP на адреса блокчейна, создание адресов блокчейна в формате QuantIP для создания интернета доверия, создание базовых интернет-приложений на Overledger, создание идентификаторов QuantID поверх QuantIP для использования людьми при совершении транзакций, способствование массовому внедрению блокчейн. Сейчас фокусируется на трех целях. Это разработка химинтерфейса для подключения к первым сетям, к религиозным блокчейнам, соединение существующих сетей, например, финансовых, с новыми блокчейнами, ну и разработка новой операционной системы на блокчейне с протоколом и платформой, позволяющей разработчикам легко создавать мультиблокчейновые приложения следующего поколения. Бизнес-модель. Основные потоки дохода – это комиссионные с каждой транзакцией, создание софтвера-сервис продуктов, создание распределённых оперативных приложений, лицензирование QuantIP для производства интернет-провайдеров, блокчейн-провайдеров. Планируется создать QuantIP Store – магазин приложений для стимулирования разработчиков МАПС. Также планируется получать доход от патента Overledger OS. Конкуренты. На проблемы связи различных блокчейнов работают много команд, например, VirtualChain by BloxTech, C2Chain by BlockStream, Interledger Protocol by Web, Cosmos by Interchain, Polkadot by Purity Technologies, Ion by Nuco. В документации дается довольно подробное сравнение этих проектов. Эти проекты вносят дополнительную сложность, расходы и риски, так как включают дополнительный блокчейн, например, существующего, добавляя другой механизм консенсуса, в дополнение к основному блокчейну консенсусу, большие ограничения для подключения цепочки к цепочке, ну и необходимость фундаментальных изменений в системах и предприятиях для использования данной технологии. Руледжер – это только платформа, а не очередной блокчейн. Руледжер является единственной универсальной платформой, которая позволяет любым настоящим и будущим блокчейнам взаимодействовать в формате ОНН, то есть многие ко многим. Токен. Токен даст доступ к платформе для разработчиков, пользователей различных МАПС. Теперь перейдем к самому интересному – к продаже токенов. Всего предполагается 31 миллион токенов. На преселе было успешно продано 15 миллионов токенов по цене около 1 этериума, равному 687 токенов. Сейчас идет публичная продажа 16 миллионов токенов по цене 1 этериума, равному 430 токенов. Токены будут переданы через 2 месяца после окончания краудсейлы, и использованные токены будут сожжены. 68,19% токенов предполагается в продаже. 31,81% токенов принадлежат квант. 13,67% токенов, распределенных между основателями, партнерами, сотрудниками, советниками, будут заблокированы на 12 месяцев. 18,13% токенов будут использоваться как резерв для операционных расходов. 31 миллион токенов будет в обращении. 14,467,000 токенов принадлежат квант. Всего 45,467,000 токенов. Дрожная карта. Различные исследования и разработки ведутся с июля 2015 года. 2 квартал 2018. Релиз альфа-версии SDK с открытым исходным кодом. 3 квартал 2018 года. Релиз SAAS продуктов. 1 квартал 2019 года. Магазин приложений. Команда. От команды у меня довольно хорошее впечатление. Все члены команды с солидным бэкграундом в различных областях. У них имеется опыт работы в госорбанах, в госорганах и крупных компаниях. Вот, например, основатель Гилберт Верден имеет 20-летний опыт работы на различные правительственные организации, крупные компании, в том числе разнациональные. Имеет опыт работы в Феррес, Федеральный резерв США. Сейчас также на него работает. Ивляется основателем блокчейн-стандарта ISO TC307. В настоящее время он является председателем Национального комитета Великобритании по блокчейну. Все члены команды из Лондона. Ну а на этом я бы хотел закончить. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Продолжение следует...